И это моё мнение. А вот у нашего колумниста Игоря Антоновского мнение другое. Вот он вообще не верит в чистоту помыслов молодых нищебродов. И думает, может ли искусство быть бесплатным? Не только для потребителя, но и для творца. И вот его точка рвения. Сейчас я научу делать вас искусство без бюджета. Есть два вида искусства, которые не требуют бюджета. Это пение акапеллы и стендап. Для всего остального нужен хоть какой-то бюджет. Ручка, чтобы записать стихотворение, стоит денег. Денег стоят кисти, краски, музыкальные инструменты, камеры и монтажные программы. Программы для создания компьютерной графики и лазеры, чтобы разрушать города лазерным шоу. Всё это стоит денег. А стендап – это одинокая проповедь. И можно встать на улице и проповедовать, и говорить людям – одумайтесь, ну что вы все творите? Кому вы верите? Зачем вы так живёте? Что вообще происходит? Чтобы говорить стендап, надо не быть банальным. Уметь шутить, надо относиться к себе и к миру самоиронично. И в тот момент, когда протестантские пасторы крикнули бы «Аллилуйя, братья!», замолчать, сделать хитрое лицо и вот такой вот взгляд. Ну, вы понимаете, о чём я. Вы-то тоже в теме. Стендапер не должен никому верить, ни в коем случае. Он не должен верить ни либералам, какими бы бунтарски прекрасными их идеи не были, ни патриотам, как бы не хотелось им стать назло либералам. Стендап – это сегодняшняя воскресная служба. Юмор и самоирония в бушующем мире сегодня единственная защита. Единственное, что спасает, когда лицемерным окажутся все. Все те, кого поддерживал, кому верил, кому ставил лайки в Фейсбуке. Юмор – единственная идея, способная сохранить русский народ. И, возможно, мы живы и существуем ещё потому, что умеем шутить. И каждый человек сегодня должен быть немножко стендапером. Искусство не стоит того, чего требует от государства. Бюджеты раздуты, идут на завышенные зарплаты для начальства. Экономика, культура – это мыльный пузырь, который искусственно держит конторы, продающие рекламу. И те, кто делает что-то за свой бюджет, поверьте моему личному опыту, делают это, чтобы затем получать зарплату за то, что когда-то делал бесплатно. И только одинокий стендапер, блаженный, юродивый, кликуша, нищеброд – такой образ видится мне идеальным для сегодняшнего времени. Бессеребренник, сумасшедший, идиот, Иисус Христос, Заратустра, Будда – ходит и повторяет «Эй, парни, человечество – это история о том, как миллиарды что-то неправильно поняли. Его неправильно понимают в очередной раз, избивают, возможно. Но вот только такое искусство и может быть бесплатным». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова